В этом году в Асильдаре Шейх в Асильдаре и в Аддайстане Горкас, Горкас, Горкас Малый Газаниш, Бертный Газаниш Он, Асильдар, похоронен под этой горы Вот так написано почерком Амир Салимхан Аль-Гадари Адарского, шейх, который похоронен в этой могиле, друг Божий, Аль-Хад Асильдар, сын Ата Аль-Гадари. По происхождению он из эмиров Карачебеков, мать его Аймисей Эндереевская, она из рода Сала-Уздений. Асильдар прежде совершил хадж. Он, как рассказывает, из Курайшитов, его предки были мусульманами в 12 поколениях, 6-е поколение Шаабан, 10-е раб, жил он 49 лет. Гора, на которой он похоронен, и другая гора Нана, вот напротив гора, обе были его мульком. Дата его смерти 860-й или 806-й по лунному летосплению. Это соответствует 1455-1400, 3-й или 4-й, вот эти годы. Где-то 600-800 лет назад, это примерно вот такое. Рассказывают, что у него было масса чудес Карамата, что свидетельствуют о его высоком уровне святости. Его могила известна, и посещают много людей из всех регионов и всех наук. Единственное, что мы нашли про него, это помог мне, этот, что я помогу с нами, Хасан Уразаевш. И вот этот был наш город. Да, наш город был. И вот это был исторический. Это был очень важный пример. Я не знаю, что это было. Я хочу сказать, что я не могу. Я говорю о том, что мы не делали. Мы не делали историю. В 2026 лет. И вот это, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 как угодно. А в самом деле, в принципе, это одно и то же. Казаки, хазары одно и то же. То есть до Тамерлановского периода были фактически казаками. Поэтому же недаром и говорится, что казаки – близкородственные народы. Да, они близкородственные. До Тамерлановского периода мы практически с ними были одним народом. Потом с Тамерланом уже у нас кровь перемешалась с другими турскими племенами, особенно Угусскими. То есть мы уже видоизменились и, естественно, уже стали как бы не двоюродными, а троюродными родственниками этих донских запорожских казаков. И также и азиатские казаки, которые казакистан, фактически до 16-го, тоже так же. Тамерлановский период мы с ним были один из земных народов. До Тамерлановского периода идет дробление. Сами с нами были один из земных народов, невозможно в семье. Наверное, мы китайцы, обвинения, оформлённых народах здесь. Мы son в семье в целях. Мы будем понимать, что мы истории, что-то, что-то агрессивное мы говорим. Мы понимаем, что и не об этом. Мы понимаем, что мы знаем историю нашего прошлого периода. П다든, прямо сейчас, и всё не будет. Принадим и окошечный его оках. Европейский мир — это мир. Мы должны, которые новости, уведомить вам их. Однако, мы уже все кругом, чтобы всех людей было за nature's мысль. Мы вчера молодой российской области, делаем их учебные образце, читатели, Мы знаем, что сейчас начинается с Хаба Карагаевым, Аббакаровым, Бурлиат Ханым, Елбуз Бик, ничего в этих местах и мы знаем им маленьких чиновников. А вот действующая работа, я думаю, что позволяет нам помочь продолжать вместе с тем, но, Бусы, разные артефакты, которые бывают в могилах, я не видел. Вот этот, сейчас он находится под охраной государства, вот вверх, крепость, где вы были. По значимости он ни чуть не уступает Дервенту. Да, конечно. Да. Нельзя ли, каким образом можно внести предложение, чтобы его посчитали, взяли под охрану ЮНЕСКО? Очень сложный вопрос. Почему? Потому что если это будет... Москве это не нужно. Продолжение следует... Но мы доещаем. Помоги, это не нужно. С вами был Игорь Негода. Остался к тому, чтобы он был виновен. Ну, как вы считаете, это не может быть в целом. Ну, как вы, в принципе, это не может быть уже ошибком. Мы с тобой, всех с тобой уже понимали. Ну, как вы, в общем, вы понимаете, это не может быть убийц. Но, как вы, в общем-то, в этой ситуации, если вы знаете, что вы даёте, Продолжение следует...